Здравствуйте! На канале просвещение программа «Высшая школа». И с вами ведущие Янина. И Владимир. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем интересный рассказ о вузах нашей страны. Говорим о Московском физико-техническом институте. Итак, сегодня у нас в гостях Самарский Юрий Александрович, проректор по учебной работе, профессор. Каменец Федор Федорович, профессор кафедры физики. А также Усков Владимир Владимирович, доцент кафедры физики. Сегодня мы поговорим об истории создания вуза, о том, как происходит обучение студентов в вашем вузе. Мы знаем, что на протяжении более 60 лет существования вуза было очень много разных проблем. Ну, начиная от создания его в 1951 году. Давайте поговорим об истории. История рождения МФТИ началась в декабре 1938 года. Тогда группа известных советских ученых, в которую входили Соболев, Лаврентьев и другие, опубликовала в газете «Правда» письмо с рассказом о необходимости создания учебного заведения нового типа. Но реализация этих планов помешала война. Сразу после ее окончания Петр Леонидович Капица вновь обратился к руководству страны с письмом о создании высшей физико-технической школы. На этот раз предложение ученого было услышано и поддержано. Датой рождения физтеха считается 25 ноября 1946 года. Именно тогда вышло постановление Совета министров СССР о создании физико-технического факультета МГУ. Новому факультету были переданы два здания в поселке Долгопрудный под Москвой. А еще через пять лет, в 1951 году, факультет МГУ закрывается. Но заложенную в основе факультета систему физтеха удалось отстоять. И в том же году был организован Московский физико-технологический институт. В 1995 году физтех получил статус государственного университета. Я думаю, что руководство страны уже имело в виду, что из него вырастет университет нового типа. Об этом говорили многие ведущие ученые, и Капица, и Лаврентьев, и другие. И так оно и случилось. Сегодня МФТИ – это уникальное учебное заведение, научный центр со множеством современных лабораторий, где студенты могут отрабатывать на практике свои знания, ставить эксперименты. Скажите, пожалуйста, насколько я помню, набор студентов раньше, с 1951 года, проводился следующим образом. Студент сдавал экзамен и потом лично беседовал с академиком. С комиссией по приему. С комиссией или не в дуале? Нет, с комиссией по приему, которая, вот я ее долго, по факультету вообще преклонил, я в физике вел. И на этой комиссии, естественно, каждый, там участвуют академики, в основном, как правило, заведующий кафедрой. Любой заведующий кафедрой может, если им это интересно, поговорить индивидуально с каждым студентом. В том числе, вот знаменитый наш теперь выпускник Гейм, с ним разговаривал член-корреспондент Гатмахер Всеволод Феликсович. Ну, а тема разговора? Вот я сейчас скажу. Вот Гейм мы уже забыли, а Гей припомнил, что, значит, Гатмахер поинтересовался, что он делает, и дал ему, как он представляет такую простую задачу. Сколько весит атмосфера Земли? И Гейм спокойно разобрался, и он еще поговорил на разные физические темы, в основном больше, ну, о личной физике, откуда он приехал, все. И он тогда перед комиссией говорит, этот студент нам очень нравится, мы его берем к себе на кафедру. И так Гейм оказался на вот кафедре физики твердого тела. То есть это можно назвать как собеседование? Смотрение своего рода. Собеседование, как оно и называется. Собеседование. То есть без этого собеседования, наверное, поступить в ваш ВУЗ невозможно? Да, и сейчас продолжается то же самое собеседование, но нас очень в правах урезали, потому что вот эта система, где только по баллам, она нам, в общем, не подходит. Не подходит. Не подходит, да. Ну, значит, во главу угла поставлена борьба с коррупцией, но она, ну, и для чего вот это сделано, что на сайте должны быть написаны фамилии и отчества, набранные баллы, и только строгом вот ранжирование по баллам. Но ошибка в этих баллах довольно большая заложена. И вот место собеседования теперь у нас, к сожалению, ушло на второй план. Мы продолжаем такие собеседования проводить. Это обязательная форма, потому что мы должны познакомиться лично с каждым, кто поступает. Но это считается незаконным, да? Нет, законным, законным, но это не влияет. Права собеседования урезаны. Это ошибка, потому что в каждом вузе есть своя особенность. Да, и это особенность как раз вашего. Когда мы говорили в Рособнадзоре о том, что вот все-таки собеседование надо узаконить, а тогда нужно формализовать это. Это же собеседование, это чаще всего, это неформализуемые какие-то вопросы и ответы. Нельзя поставить столько баллов за этот ответ, но можно дать задачку. Решил поставить баллы. Вот собеседование призвано совсем другое. Понять интерес человека, что он читал, чем он мотивирован, поступая на физтех. И уровень его. И его совершенно понятно. То есть очень часто бывало, что баллы высокие, я имею в виду, вот он по каким-то, вот он набрал баллы. Смотрим, а в разговоре и простенькие задачи ему предлагаются, а он справиться с ними не может. Несоответствие какое-то. И не наше дело разбираться, почему это произошло. Но он не годится для обучения, он все равно не будет учиться. Как вы считаете, вот эта традиция собеседования в вашем ВУЗе, она отвечает тем задачам, которые стоят перед ВУЗом? Дает свои результаты? Я думаю, что да. Даже вот в свете того, что он потерял какой-то вес, это собеседование, то, что оно не дает право решать на основе результатов, тем не менее оно дает. Оно показывает студенту, точнее абитуриенту, что в нем заинтересованы. Интересуются его не только интересами в физике или в каких-то научных областях, а также где он живет, откуда он приехал, что двигало им, что он попал в этот институт. Поэтому, конечно, несомненно, оно имеет как бы очень важное значение. Прервемся ненадолго. Наш корреспондент подготовил сюжет-досье о вашем ВУЗе. Давайте посмотрим. Давайте. Московский физико-технический институт является одним из основных ВУЗов России, который готовит студентов по техническим специальностям. Каждый год в МФТИ поступают почти тысячи человек. Интересно, что 70% абитуриентов составляют ребята из других городов России и стран СНГ. На физтехе 11 факультетов, на которых готовят специалистов по самым разным техническим направлениям. От общей физики до космических исследований. В институте учатся 6 лет, а государственный экзамен по физике сдают на третьем курсе. Особенности преподавания физики у нас раньше было 3 года, теперь вот 5 семестров. И физика всегда заканчивается государственным экзаменом. И разумно проводить этот экзамен, естественно, по окончанию этого курса общей физики. Это очень серьезный, один из самых серьезных курсов, которые есть в стране по физике. Это профессиональный предмет, который студенты должны освоить, потому что развиваться дальше они не в состоянии без физики. Это невозможно. Физика для нас является таким вот важнейшим предметом среди прочих. Физтех славится своими преподавателями. Это видные ученые, среди которых около 100 членов Российской Академии Наук. Также в подготовке студентов принимают участие ведущие академические, научно-исследовательские и отраслевые НИИ, крупная акционерная компания. Форма обучения в институте только дневная. Всем студентам предоставляется общежитие. Юношам – отсрочка от армии. Также есть военная кафедра. Есть ли у вас дополнение к этому сюжету, который представили наши корреспонденты? Что бы вы еще хотели рассказать? Ну вот, тогда у меня вопрос. Тогда у меня вопрос. Конечно, те 11 факультетов, те сложнейшие специальности, которые приобретают студенты, ну, наверное, у вас есть какая-то довузовская подготовка. Вы как-то сортируете обедурьенка? Заочно-физико-техническая школа, если я не ошибаюсь, у вас есть. Это колоссальная работа. Об этом я могу очень подробно рассказать. И я считаю, что это очень важно. Есть ноу-хау, который… Расскажите. Значит, ну, прежде всего, сейчас это федеральная заочно-физико-техническая школа. Федеральная, потому что у нее подчинение прямое Министерство образования и науки. Но часть полномочий выделена физтеху, это школа при физтехе. Назвать ее школу – это историческое название, потому что, как нам сейчас говорят юристы, если школа, то она должна выдавать дипломы. Мы даем свидетельство об окончании. То есть в юридическом смысле слово «школа», наверное, может быть, на нынешнем этапе возникает вопрос. Школьники учатся в школе, в общеобразовательной, и еще посещают вот… Дело в том, что эта форма в значительной степени заочная. 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 Это заочная физико-техническая школа. Охват по всей России – это буквально по тысячу городов. Олимпиады физико-математические – это отдельные? Это отдельная статья. Об этом нужно сказать просто отдельно. Значит, заочная школа, ее цель – обучение все-таки. Подготовка, наверное, для поступления в ВУЗ, отбора студентов. Вы знаете, я бы это назвал все-таки повышением уровня образования. Это не подготовка целевая, знаете, как собирают группу и дрессируют. Нет, ну основная идея создания этой школы – это чтобы посмотреть, будет ли это абитуриент. Набрать к нам абитуриентов, конечно. А по ходу дела, как и Юрий Семенович говорит обучение. По ходу дела, если две тысячи одиннадцатиклассников заканчивают школу, где-то вот такого порядка, то к нам поступает маленькая часть, то есть вот сейчас 50% от набора. У нас 700 человек набора, значит 350 человек. Все остальные поступают во все ВУЗы России. А это платная форма обучения? Бесплатная форма. А ребята, которые там учатся, имеют какие-то дополнительные возможности доздать экзамены? Никаких, я не знаю, год при поступлении не имеют никаких. То есть вот этот диплом, который выдается после окончания школы, не играет никакой роль? Не играет. Нет, играет. Федор Федорш, не говори про гости. Он не играет, потому что… На баллы не играет. Подожди, на баллы не играет. А вот когда идет собеседование, конечно, играет. Вот как раз мы и теперь понимаем. И в содержательной части он не может повлиять, добавить баллов. Поэтому в этом смысле абсолютно одинаковые ребята в равных условиях, которые первый раз вообще пришел. Хотя таких практически нет. Это единицы, которые первый раз услышали об институте и чего-то там сделали. Конечно, потому что… На равных баллов я играет. Как же, он три года учился, специально подготовка. Это же наш фактически родной человек, конечно, мы его отслеживать будем. Раз уж мы стали говорить про студентов, непременно вернемся. Послушаем их ответы на вопрос, почему они поступили к вам в институт. Сюда можно было поступить без проблем. Физчех проводил различные олимпиады для поступления. Потом брал по ЕГЭ. Ну, все это было написано нормально. И документы были отданы только в этот вуз. В МФТ, получая второе высшее образование, поступил на очную форму обучения. В высокие технологии, все, что связано с математикой и подобными вещами, нахожусь часто очень интересно. Я вот с детства любил эксперименты всякие и дома очень часто их проводил. Так часто, что, ну, в общем, дом пострадал от этого. Это и со временем определило как всю дальнейшую жизнь. Я поступил в МФТИ, потому что мне понравилась теплая и уютная обстановка в этом университете. Ну, университет этот, в отличие от многих крупных вузов, он небольшой. Здесь все друг друга знают. Все тихо, спокойно. Выбрал этот вуз, потому что, ну, действительно, один из лучших технических вузов страны, Москвы в частности. И здесь, в отличие от московских вузов, нет какой-то такой суеты постоянной. Как-то здесь все более спокойно. Ну, и судя по общению с народом, здесь народ как-то более открытый. Ну, вот мы посмотрели очередной сюжет про ваш вуз, и я хотел бы в связи с этим задать вопрос. Ну, во многих вузах проходят дни открытых дверей, где абитуриенты или будущие студенты могут познакомиться с вузом, могут услышать какие-то слова про вуз, и тем самым начать готовиться для поступления в ваш вуз. У вас проходит? Обязательно. Но перед этим очень большая работа. Мы проводим огромное количество олимпиад школьников. Это физико-математических, да? Физико-математических, да. Когда я говорил о школе заочной, вот ее функция обучающая, а проведение олимпиад – это одновременно обучающее и контрольное. Потому что при составлении задач, то есть ищем таланты, которые, проверяя себя, во-первых, интересуются новыми разделами по физике, по математике, то, чего они не понимают, могут спросить, могут пообщаться. И олимпиады позволяют выявить звездочки, таланты, которых мы обязательно отслеживаем их. Там 9, 10, 11 класс, у нас довольно большая база данных. С ними поддерживают тесный контакт. У нас есть такое структурное подразделение, называется физико-центр. Вот через него мы, в основном, и проводим эти олимпиады. Через эти олимпиады. Но у нас еще есть такая мощная тоже структура, связанная с, немногочисленная, связанная с проведением всероссийских олимпиад школьников. Вот сейчас есть всероссийские олимпиады школьников, наверняка о них все знают и слышали. Это такая пирамида, начиная от олимпиады школьного уровня, потом городского уровня, районного, потом областные олимпиады и, наконец, финал, финал России. Вот в составление задания, в оргкомитет входят наши преподаватели по математике и физике. То есть это общегосударственная задача? Это общегосударственная задача. Министерство привлекает. И вы тоже участвуете в подготовке, проведении этих олимпиад? Вот этих таких олимпиад. Очень активно участвуем. И с точки зрения составления задачи, и с точки зрения проведения их. Особенность этой олимпиады, что по закону победители и призеры финала олимпиад могут поступать в ВУЗ по самому направлению без экзаменов вообще. ЕГЭ в том числе. ЕГЭ. Они могут не сдавать ЕГЭ, потому что это суперзвездочки. Но таких вот по 11 классу, по любому из классов в финале, это 60 человек на всю Россию. Ну 60-70. Вот такая вот пирамида. Из этих же ребят формируется команда на международные соревнования. Вот международные команды школьников по физике и по математике готовятся у нас на физтехе. И по физике это традиция многолетняя. Но привлекаем преподавателей из МГУ, из Питера, из Самары. То есть это не некая монополия, просто территориально это у нас. А преподаватели, которые занимаются с ребятами, это довольно широкий спектр. И очень удачно вот все последние годы, вот с китайцами очень трудно бороться. У них другой менталитет, другая организация. Я бы хотел пару слов сказать на эту тему. В прошлом году математики заняли первое место в мире. Математики, международники. Китай второе. Руководитель китайской сборной сильно поплатился за это. Был наказан за первое место. Физики много лет подряд второе, третье место, первое место. Ну несколько лет тому назад нам удалось занять по физике. Но система подготовки вот стран Юго-Восточной Азии и Китая, она это государственная программа, по которой ребят отрывают из своих школ. Это как вот наш аналог СУНЦ. СУНЦ это все-таки образовательные процессы, там при МГУ, я имею в виду, одаренных ребят готовят для поступления в ВУЗ. В общем, процесс обучения идет. А здесь они дрессируют их, тренируют на предыдущих всех заданиях. Какие слова вы употребляете? А потому что по-другому это нельзя назвать. Они живут изолированно от своих коллективов. Их по-настоящему и проходят, ну колоссально, проезжают за десятки лет. Но это в Китае. В Китае. А мы относимся к людям, которые считают, что ребят вот так вырывать надолго из родной школы, из родного коллектива. А в сборную входят ребята из Челябинской, из Москвы, кстати, очень редко. Челябинск, Екатеринбург, Питер, опять же тот же самый из Самары. Ну в истории развития науки в нашем государстве мы уже это проходили. Вы знаете, какие годы я имею в виду? Когда люди, ученые были изолированы от общества и создавали ракеты. Ну да, но вот мы считаем, что победы идут за счет интеллекта. Глобальный образовательный проект МФТИ и МГУ воплотился в Центр дистанционного обучения 100ег.ру. Центру чуть больше года, но уже есть значительные достижения. Здесь проводят занятия для сотни школьников Москвы и других городов России. В России существует очень много талантливых школьников. И зачастую, опять же, не для кадра, эти школьники, они намного умнее тех преподавателей, которые у них ведут в школе. И мы хотим талантливым школьникам дать возможность заниматься с хорошими преподавателями, с лучшими преподавателями, чтобы они могли развиваться. В настоящее время в Центре разработаны программы для учащихся 8-11 классов по математике, физике и информатике. Специалисты Центра используют высокие технологии. Общаются ученики и преподаватели в режиме видео онлайн. Мы планируем развивать ресурс олимпиады.рф, где мы будем размещать информацию о различных текущих олимпиадах, которые проводятся вузами или другими организациями. И будем проводить олимпиады самостоятельно от физтеха. И этот ресурс будет посвящен всему олимпиадному движению, который есть в нашей стране. И мы рассчитываем развить его до качественного уровня. Помимо учебы, которая происходит в вашем вузе, наверное, студенты имеют какую-то еще студенческую жизнь. А как же? Давайте об этом как раз поговорим. Студенческая жизнь, вот самое главное в любом коллективе, который есть, нужно создать условия, чтобы в нем было интересно работать. Совершенно верно. Чтобы он объединял. Выпускники физтеха безумно любят свой институт. А любят свой институт, наверное, одна из главных черт. Почему не любят? Вот у меня есть друг, который в 35 лет защитил докторскую. И я его спрашиваю, скажи, а что ты хочешь сказать? Я говорю, хочу сказать только одно, что мне никто не мешал при обучении, а все помогали. У вас есть символ, символ вашего вуза. У него даже есть название. Квантик-фотончик, если я не ошибаюсь. Да, да. А как же? Или фотончик-квантик. Нет, у нас есть два. Институтский символ – это импульс такой в конце его ракета. Раз. И есть еще у нас такая в виде ашню. Ашню – это фотон. Вот как раз о нем мы и говорим. Ну, так я не знаю, вот я очень общаюсь с студентами, но вот так, чтобы они называли кванта, это в общем, это не физиковский жаргон, я могу точно сказать. А есть у вас собственная песня вуза? Конечно. А может, это он обладает слухом, я вот не слушаю. А мы с удовольствием синим послушаем. У нас целый сборник. Давайте один куплетик для наших телезрителей. Нет, это невозможно. Вот, мы на физиков собрались все. А вы сможете? Нет, честно говоря, нет. Я только что, нет, я не могу напеть, я говорю. Вот гимн физтеха, мы на физтех собрали все, посеянут физики мир трудный, чтобы засиял в науке свет по всей земле из долгопрудной. Хорошо, о студентах мы, о битуриентах мы поговорили, о студентах тоже. А вот меня интересует такой вопрос. Ведь любая подготовка студента должна осуществляться на новом оборудовании. Студента? Студента, естественно, студента, да. Только на нем можно обучить студента тем новым технологиям, которые сейчас уже внедрены или будут внедряться в мире. На самом деле, этот вопрос не совсем для нас подходит, потому что мы же все-таки, ну, я представляю кафедру общей физики. И законы физики неизменны, начиная с древних времен и до далекого будущего. Если говорить в целом по будущему. Значит, цель наша основная как раз не совсем то, чтобы именно учить студента на новом оборудовании. Поскольку, вот как уже Юрий Александрович сказал, студент попадает на базу после третьего-четвертого курса. И когда он попадает туда, там действительно, вот тот академический институт, чтобы успешно справляться с научными задачами, он использует современное новое оборудование. Уникальное оборудование, да. Но оно представляет из себя черные ящики. То есть, вот стоит ящик, подошел, нажал кнопку, получил результат. Ну, не всегда так, конечно, но близко к тому. А вот лаборатории кафедры общей физики, они как раз представляют части этого оборудования, подчас, может быть, не совсем новое, но оно развернуто для студента. То есть, он видит, как работает насос, видит, как работает спектрометр. Все это вот развернуто. Это все внутри института. Да, конечно, да. И вот как раз вот возвращаясь к вопросу, что каждый вуз может дать такое вот физико-математическое образование, вот по физике я бы не согласился, поскольку такой лаборатории, как у нас, не обладают другие вузы. То есть, лаборатория вот именно общей физики, через которую идут все факультеты и все студенты, она является уникальной. Подтвердить, год назад у нас был Алферов, Нобелевский лауреат, у нас сессия научной конференции была, он выступал. Его водили по институту, в частности, в лабораторию физики. Он сказал, что такое, когда сказали, что это, наверное, лучшая лаборатория в России, он сказал, что нет в мире. Давайте послушаем небольшой комментарий вашего ректора Николая Николаевича Кудрявцева. Наша основная задача — это готовить высококлассных специалистов для современных отраслей наукоемкой промышленности и науки технологий. Наш институт, собственно, его особенность, она была заложена при его создании. С самого начала, здесь была, так сказать, в Советском Союзе тогда, была внедрена новая система подготовки, новая для России система подготовки кадров, которая, кстати, и на Западе тоже не так широко используется. Ее особенность состоит в том, что студенты значимую часть времени, примерно половину своего от времени обучения, проводят в научно-исследовательских организациях, где выполняют реальные научные проекты, которые в данный момент являются самыми актуальными. Их руководителями являются ведущие ученые и специалисты этих организаций. И это вот основа. А уже дальше есть некоторые аспекты, без которых эта система, опять же, не живет. Ну, первое, она не живет, если говорить о преподавательских кадрах, то и на этапе изучения общих дисциплин, там, физики, математики, очень широко привлекаются преподаватели из тех же научных организаций на условиях совместительства. Для чего это делается? Потому что человек, который занимается, вот стоит, условно, на переднем крае науки и технологий, он по-другому тот же предмет, как общая физика, и преподает. Очень важно, все вот достижения такие серьезные, значит, они делаются обычно в молодом возрасте. Меня очень впечатлило, как-то было совещание, вот пару лет назад всего лишь, вот у нас в Министерстве образования, и там докладчик, работник Министерства, там, вот он привел слайд, на котором, два слайда, точнее, даже было, на котором были известные фамилии, такие как Эйнштейн, Планк, там, вот такие вот, да, и возраст, когда они сделали эти открытия. Вот я запомнил, что самый, значит, солидный был, я вот сейчас не помню кто, но это было 37 лет. И, да, поэтому очень важно, чтобы молодые люди как можно раньше начинали заниматься реальной наукой, неадаптированной, облегченной, как обычно, вот если вы знаете, там, на кафедре, которая находится внутри института, дают там какие-то вот, вот, а именно реальными задачами. Ну, вот сейчас очень модное слово «инновационные технологии». Да, да. Каждый это понимает по-своему, потому что я разговаривал со многими преподавателями, профессорами, непосредственными практиками. Вот скажите, пожалуйста, инновационные технологии в вашем вузе, что это? Что имеется в виду, да? Что имеется в виду? Что есть такое, что можно было бы отнести именно к ноу-хау, прорывам в науке, в исследованиях и так далее, и так далее? На нашем факультете, факультет аэрофизики и летательной техники, аэромеханики и летательной техники. Пятый курс, студент пятого курса. У них, там целая группа, это, они работают в НИИ, в Жуковском, в ЦАГе, у них базовая кафедра, и с научным руководителем, и с сотрудниками. Вот, им пришла такая идея создать... Летательный аппарат? Да, это даже не летательный аппарат, мне трудно даже назвать, что это такое. Это крылья. Как это выглядит? Дело в том, что это пока расчеты, нету такого аппарата. Значит, они озаботились проблемой. Вот случилось что-то на самолете. Если у человека он снабжен таким, не парашютом, а именно устройством, которое расправивают руки... То есть это занимает очень небольшое место? Да, небольшое место, но нужно же очень четко просчитать. Это же не колоссальная площадь, парашют держит за счет того, что у него колоссальная поверхность сопротивления. Здесь это маленькая площадь. И вот ваша задача, собственно, сделать и материал подобрать, и его структуру, так, чтобы человек планировал, так, как дельтаплан. Но пока они на уровне расчетов. Нет у них еще этого аппарата. То есть это идея. Но эта идея, насколько я помню, была представлена еще лет 10 назад. Да, но теперь они подвинулись. И никем она не была реализована. Много и в Америке, и в других странах, в общем-то, пытались это делать. То есть вы считаете, что успех нашего студента, он ближе к цели? Ну, вы знаете, им так кажется. Им так кажется. Ну, посмотрим тогда. Вот я по инновациям и технологиям мог бы сказать. Вот сейчас это очень модное слово. И в зависимости от того, если ты подаешь проект, там нет инноваций и нанотехнологий, то вероятность, что ты их получишь... То есть слова модные. Да, а дело в том, что вот те нанотехнологии, о которых мы говорим, и которые действительно очень сильно влияют на жизнь человека, это очень сложные процессы. Процессы, размеры которых связаны с атомом, и там действуют уже законы квантовой механики. Поэтому для того, чтобы найти процесс, который будет применяться в живой системе и так далее, это очень сложная проблема. И требует большого времени. Поэтому... Вот я и хотел узнать, есть ли что-то такое, что можно назвать с этапами изобретения двигателя внутреннего сгорания, изобретение полупроводниковых материалов. Вот что-то такое можно назвать, что в вашем ВУЗе близко стоит? Какое-то изобретение, которое, возможно, скоро появится. А если это есть, то об этом мы не скажем. Нет, не в этом. Дело в том, что... Вот, например, мы занимаем очень современные наши лаборатория, современные исследования взаимодействия фемтосекундных импульсов с веществом. И мы предполагаем, что построим новые ускорители, которые будут занимать там метры, а не километры, как сейчас есть. Но это не такое дешевое мероприятие, которое может позволить себе в уши. Вот мощные лазеры, они стоят 20 миллионов там. Вот сейчас европейское сообщество хочет построить там 15 миллионов. Такая небольшая установка. Естественно, вот сейчас жизнь очень продвинулась далеко вперед. И вот установка, все экспериментальные установки, если мы хотим получить какой-то мировой результат, не зависит там, это вторая гармоника, кристаллы, нелинейные явления. Вот мой студент сейчас прославится со своими... Так, шума выделяет реальную информацию. Его сразу прихватили и так далее. Понятно. Вот это... Поэтому я хочу сказать... Вернемся к шуму. Да, вот установка, вот это 3-4 миллиона долларов. Установка, которая имеет научный характер. Но для этого как раз и существуют венчурные фонды, которые должны помогать... Но у нас они слабо работают. Слабо работают. То есть, в принципе, и нужно вкладывать деньги в те проекты, которые в перспективе могут дать определенный результат, который будет значим не только в нашей стране. Вот я был членом комиссии, там вот это, подбору венчурных фондов. Вы работаете с этими фондами? Нет, вот смотрите, мы работаем. Мы работаем, но они слабые и бессильные. И кому... Да, там большие деньги, там 3 миллиарда вот делили. Я подоговорю, да. Да, но у нас же мы еще так, как вот говорят наши правители, только начинаем этапы развития. Поэтому кому отдали? Кто может заведомо вернуть эти деньги? Там Газпром, там и так далее. А вот такого... Хотя они, например, в Америке дают большие, мы знаем, результаты. Вот та же с Силиконовой долиной и так далее. Там вкладываются деньги большие. Да, вот может Сколково нас сделает прорывной шаг в этом плане. Надеетесь на этот проект. Да, потому что венчурный, как вы понимаете, проект, там вызывает большие сомнения, кому дали, будет результат или не будет. Но это дело, в конце концов, государственное. Да, да, конечно. Потому что в венчурные компании, как правило, входит и государственный капитал, и частный. Частный, да. И не существует специальная комиссия, которая принимает решение, кому и на что выделить данные средства. Правильно. Поэтому мы не будем сейчас обсуждать тогда государственные... Да, это сложное дело, очень сложно. Вообще построить любое государство очень сложно. Давайте тогда лучше поговорим о студентах. Да. Давайте посмотрим сюжет экскурсии, которая покажет все красоты вашего института. Все студенты МФТИ проходят обучение на кафедре общей физики. Это одна из важнейших и основополагающих кафедр института, а также самая крупная. Здесь работает более 200 сотрудников профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. В зависимости от факультета обучение длится в течение 5-6 семестров. На первом семестре будущие физики изучают механику. На втором – термодинамику и молекулярную физику. На третьем – электричество и магнетизм. На четвертом – оптику. На пятом – квантовую физику. В зависимости от специальностей факультета на шестом семестре изучается предмет введения в современную физику. Разнообразны формы обучения. Студенты прослушивают курс лекций с демонстрацией классических экспериментов, решают задачи на семинарских занятиях, самостоятельно выполняют эксперименты в лаборатории. За каждый семестр выполняется от 8 до 10 самостоятельных работ в лабораториях кафедры. В этой лабораторной работе студенты определяют теплоту испарения жидкости. Для этого внутри этого сосуда с водой находится запаянная ампула, и в этой ампуле находится спирт. Дальше, изменяя температуру спирта, мы тем самым изменяем давление насыщенного пара спирта, которое, опять же, измеряется при помощи жидкостного манометра. В качестве жидкости там у нас находится ртуть. Территория 500 лабораторных учебных установок огромна и составляет более 2500 квадратных метров. После изучения общего курса физики некоторые студенты попадают в научно-учебные лаборатории, где самостоятельно занимаются современными научными экспериментами, связанными с нанотехнологиями. Эти эксперименты становятся основой их будущих диссертаций и магистрских работ. Мы сейчас находимся в лаборатории нанооптики фентосекундной электроники. В последнее время мы здесь занимаемся изучением оптических свойств пленок на основе углеродных нанотрубок. Эти пленки представляют собой весьма уникальный материал с перспективными свойствами. Мы обнаружили проявление поляризационных свойств у этих пленок и сейчас ведем изучение в плане улучшения этих свойств. Практическое применение — это создание поляризаторов всевозможных. Поляризаторы как для техники, поляризаторы для быта. Те же 3D-очки на основе поляризаторов делаются. Основную цель руководства кафедры общей физики видит сокращение разрыва между физикой как наукой и физикой как учебной дисциплиной. У вас учится очень много студентов. Мы очень много. Ну как? 4,5 тысячи. 4,5 тысячи студентов. Курс 770 человек в этом году. После окончания вуза мы смотрели статистику, что в принципе очень много студентов, уже учась на 4-5 курсе, планируют уехать за рубеж, продолжать дальше обучение. И только 17-18 процентов, может быть я ошибаюсь с цифрами, однозначно говорят, что они останутся продолжать свою учебу и работу в России. Не кажется ли вам, что это немножко пугает? Это лукавые цифры. Потому что если много ребят уезжало действительно в 90-х, в 2000-х годах, в начале, сейчас этот отток превратился в ручеек. Может быть, такое заявление не могут делать на сайте. Но на самом деле, поскольку сейчас очень много представителей иностранных компаний по высоким технологиям, совсем не нужно им ехать туда. Они находят замечательную работу здесь, в России. Тот, кто занимается, первый вопрос вы задали, нужна ли физика сейчас, она востребована, но не в таком объеме, как это было еще там десятилетия назад. Но по-прежнему востребованы. И ребята, которые увлекаются этим, они остаются на базовых картах, в институтах, где занимаются, где такая возможность есть. Я в свое время уезжал за рубеж. Часть работы своей, выпускной, я сделал за рубежом. И потом вы вернулись. Да, конечно. Вы хотели вернуться или так сложилось, к примеру? Нет, я хотел вернуться как раз. У меня не было желания оставаться там. Однако съездить туда на какое-то время и поработать, это весьма интересный опыт. Посмотреть, что это очень полезно. Система образования, она построена немножко по-другому. И подход другой совсем. Ну и возможности, конечно, оборудование более современное. Вот правда ездилось на рубеже веков. Это было 10 лет назад примерно. И вообще Россия, если взять, я же там часто бываю, часто встречаюсь. Они очень любят про всех рассказ и так далее. Россия страна очень добрая. Мне хорошо работает. Я согласен с вами. И все выпускники, мне кажется, так считают просто. Они хотят вернуться сюда. Но пока, к сожалению, нету достаточных условий. Они бы с удовольствием вернулись сюда, к нам. И некоторые, правда, небольшая часть работы возвращается. Но у них всегда ностальгия. Не только вот есть как по родине, а просто совсем другая, там же другая жизнь. Тогда сразу в этой связи вопрос. К вам же приезжают студенты с других регионов, с других областей. Как устроена жизнь этих студентов? С общежитиями, как обстоит? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. По общежитиям ситуация такая. Мы в это тяжелое время, когда все сдавали в аренду, мы ни метра не сдали в аренду своих общежитий. Общежития у нас очень большие. Значит, только в Долгопрудной у нас где-то около 3000 мест. И в Москве есть здание, в Зюзино. Там где-то под 800 мест для проживания ребят. У нас 70%, а в этом году 74% ребят из дальних регионов России, которые нуждаются в общежитии. Все они поселены. Два года назад было построено, ну, я называю, роскошное здание, шикарное здание. 17-этажное, трехсекционное, которое открывал Владимир Владимирович Путин. Приезжал, была такая... За что мы его благодарны, что он нам помог построить. Значит, это квартирного типа общежития. И там, конечно, старшекурсники, туда мы селим старшекурсников, аспирантов, магистрантов. И мест там не очень много с точки зрения... Ну, экономия, я бы так сказал, что здорово проиграема. Обслуживание очень дорогое здание для нас. Потому что все остальные корпуса у нас, это коридорного типа. Вот. Отремонтированные сейчас в большинстве своем. И сейчас мы очень хотим, и просто в ножки кланяемся министерству, чтобы нам разрешили построить, но нашли бы возможность и финансировали постройку такого же здания хорошего для преподавателей и научных сотрудников. То есть, квартирного типа. Квартирного типа. Потому что одна из проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, у нас великолепное закуплено дорогостоящее оборудование. Есть несколько центров. Но на них, помимо студентов, которые там работают, ну, после окончания, нам нужно, чтобы сотрудники были. А сотрудники, они могут заработать свои там 30-50 тысяч. Могут. В месяц. В месяц. С помощью грантов там. Ну, в общем, реально это. Но жилье купить нереально. И жить им негде. И поэтому главная проблема – предоставить такое муниципальное жилье. Работаешь здесь, ты имеешь квартиру. С соответствующей зарплатой ушел, значит, квартиру оставил. Ну, как раз об этом мы и говорили с вами, да? Что, будучи, находясь за границей, вы жили, как бы, наверное, в таких условиях. Я жил в общежитии, да. Практически бесплатное общежитие в Германии было. Причем там, конечно, условия там. На каждого человека отдельная комната. Квартирный тип, да. Вот мы жили вот 8 комнат в одной квартире. Огромная квартира. Ну, и вот я жил, негр жил. Но это все равно отдельная комната. Отдельная комната, конечно. И, наверное, вот вы говорите как раз о том, чтобы мы стремились к таким условиям проживания. И если преподаватель, который работает в институте, не имеет собственного жилья, то ему надо предоставить квартиру или комнату. Не только студенты, но и там же преподаватели. Наверное, если бы у меня не был решен жилищный вопрос, я бы, наверное, пришлось бы просто принудительно оставаться за рубежом. Потому что это одна из волевых точек, которые нужно решать обязательно на государственном уровне. О том, как выпускники видят свое будущее, мы можем узнать из следующего сюжета. Давайте посмотрим. Хочу связаться с высокими технологиями, с компьютерными разными вещами интересными. Мне кажется, что скорее у меня будет что-то такое. Либо что-то свое какое-то дело, либо, может быть, я буду работать в каким-то, не знаю, там, креативном отделе чего-то. Мне кажется, это более как-то интересно. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что именно здесь я смогу получить наиболее фундаментальное образование и добиться своей мечты, то есть работать на кафедре электрофизики в институте ФИАНа. Это можно будет сделать после четвертого курса, когда мы начнем ездить на базы, освоим всю программу физики, математики и их прикладных аспектов, и тогда сможем полностью увлечься своим делом. Вообще, после ФИСЕХ, наверное, хотел бы пойти куда-нибудь в экономику, и все свои знания там выплеснены. Есть статистика трудоустройства студентов после окончания вуза? Вы знаете, статистика есть, конечно, Сколько процентов устраивается по специальности, полученной в институте? Каждую весну у нас проходит такой день, что ли, день карьеры называется, куда съезжаются представители разных фирм, огромное количество, которые представляют себя, дают информацию, чем они занимаются, и, соответственно, привлекают студентов со всего института. Значит, информация у нас такая. Ну, во-первых, сейчас, поскольку распределения нет, то можно только на добровольной основе узнать, чем хочет, чем занимается. Чем занимается, да. Ну вот по нашей статистике, приблизительно 25 процентов, 25, это уходит в аспирантуру. У нас каждый четвертый учится в аспирантуру. Есть аспирантура при ФИСЕХе, она большая, одна из самых больших относительно, и есть при научных институтах, есть такие, при Академии наук, соответствующие аспирантуры, и туда они идут, то есть довольно большое количество идет в аспирантуру. Дальше по специальности, посмотри, где-то вот такого порядка 30 процентов работают все-таки вот в направлении, по которому они учились. Вот, где-то такого же порядка 30-40 процентов находят себя в области вот вся же IT-технологии или в компаниях. В современных технологиях, тем не менее. В современных технологиях, да. Ну и где-то процентов 10-20, как, вот что им понравилось, они вдруг резко меняют свое направление. Вот я говорю, они могут уйти в банк, они могут уйти в бизнес. Но у вас есть практика помощи студентам после окончания в устройстве на работу? Вот вы взаимодействуете с какими-то предприятиями, фирмами? Ну так обязательно, это же базовые предприятия наши, если человек заинтересован и хочет там остаться, естественно, максимально ему, в режим максимального благоприятствования, без самих. Какие цели и какие задачи вы ставите сегодня перед вашим вузом? Вот главную цель, она основная, она всегда была, дать очень хорошее образование нашим студентам, чтобы у нас множилось число нобелевских лауреатов. Вот я хочу вам показать полную копию, стопроцентную копию нобелевской медали, которую получил Гейм, Андрей Гейм. Здесь вот он написан. Это сделано специально в музее МФТИ. Он переслал ее на физтех, медали, которые будут в музее МФТИ. И вот наша задача, чтобы таких замечательных исследователей стало больше в России. Ну, мы благодарим в первую очередь вас за то, что вы пришли в нашу студию, посетили нашу программу «Высшая школа» на канале просвещения. Я думаю, что это не последняя наша встреча с вами. Будем делать ее регулярной. И я желаю вам те проблемы, которые у вас сейчас есть в институте, преодолеть и решить их. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо за увлекательную беседу. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok